26 июня 2024 года исполнилось 70 лет со дня рождения одного из самых известных поэтов Архангельского Севера Александра Александровича Роскова. Он – лауреат премии имени Николая Рубцова, Фёдора Абрамова и Бориса Шергина, а также премии имперская культура Союза писателей России. В 2011 году на славянском литературном фестивале «Золотой Витязь» Александр Росков был награждён почётным золотым дипломом как лучший поэт современной России. Он родился в деревне Диковской Каргопольского района Архангельской области. Окончил среднюю школу в Каргополе, затем СПТУ по специальности «Каменщик-печник». Служил в Советской армии. После неё долгое время жил на родине, работал плотником и печником. Стихи начал писать с 15 лет. В 1987 году вышел сборник «У северных широт», в котором были напечатаны 10 стихов Александра Роскова. В 1993 году заочно окончил Литературный институт имени Горького, факультет поэзии, семинар Александра Межерова. В день 70-летней годовщины со дня рождения талантливого северного поэта в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Ломоносова собрались близкие, друзья, коллеги и просто почитатели таланта Александра Роскова. На встрече присутствовала и вдова поэта Людмила Сидорина Роскова. Воспоминаниями и своей влюблённостью в творчество Александра Роскова поделились собратья по Перу. Владислав Попов, Валерий Чубар, Елена Кузьмина, Сергей Доморощинов, художник Евгений Зимирев, архитектор Надежда Шек, друг и коллега Анатолий Федоровцев, преподаватель Сафу Елена Ваинская. Прозвучали стихи и песни на стихи Александра Роскова. Концертные номера подарили фолк-дуэт подруженьки, сёстры Любимовы, Светлана Семпокрылова, Анастасия Калиниченко. Вечер провела Ольга Супрун. Я хочу начать. Мы сегодня были на кладбище у Саши. И вы знаете, я думаю, что вот сейчас он тоже незримо как бы с нами. Он нам улыбался. И сейчас, я думаю, он тоже улыбается, потому что рад, я думаю, что мы тут все вместе собрались. И вот эти стихотворения, которые я хочу прочесть в начале нашего вечера, я и начну. Возле этих деревьев, на этом клочке земли, площадью ровно в один километр квадратный, лучшие годы мои пронеслись и прошли, как говорится, их не вернут назад, но память, на то и память. Чтобы она одна в прошлом жила-была и тропку топтала в прошлом. Были ли плохи так прошлые времена? Больше, чем о плохом, помнится о хорошем. Были люди добрей, было хмельней вино. За горизонтом там дали, призывней были. Познана жизни суть. Истины здесь просты. Годы уже с горы. С этой горы незримой лучше теперь видны кладбище и кресты. Мимо них не пройдешь и не проскучишь мимо. На этом клочке земли, возле этих берез, снова лето стоит, и ребятня резвится, и на лугу звенит косами сенокос, и православная жизнь дружно щебечут птицы. Так же вдали шумит синий-зеленый лес, так же надежно тверд, шар земной под ногами, но обнажилась дно. Нет на земле чудес, только в прошедших днях по тропкам память. Я приглашаю сюда, на эту импровизированную маленькую сцену, флок-дуэт «Подруженьки». Вдоль по северной двине берега роскошные, Много места в стране предков, а ныне брошенной. Три деревни, пять старух пьют чайок и сбрются, Но ни сын, ни зять, ни внук к ним не соберутся. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, Изгушка сказобочина, еще довольно прочная, Окошки их захолочены, родительская почина, Архангела горочина. Вдоль по северной двине, Далее шире верены разгуляться, Силам, где есть в сторонке северной. По окрестностям меха шастают недаром, И стерляжие ухо, шанень из пылу жару. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, Изгушка сказобочина, еще довольно прочная, Окошки заколочены, родительская почина, Архангела горочина. Вдоль по матушке двине, Люди православные, Помолясь, поднимут все церкви, Обезглавлены, Вот уже совсем чуть-чуть. С чистыми глазами Мы зажжем свою свечу Перед образами. Вода бежит проточная, Трава густая, сочная, Избушка сказобочина, Еще довольно прочная, Окошки заколочены, Окошки заколочены, Родительская почина, Архангела горочина. Вода бежит проточная, Трава густая, сочная, Избушка сказобочина, Еще довольно прочная, Окошки заколочены, Родительская почина, Архангела горочина. 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 Оно стихотворение Саши Роскова, конечно же Которое я очень люблю Я бы вот на этом вечере, что вел бы Саша Репатов Вот его бы точно читала Как у большой дороги жили мы Куда ты память Тише, тише, тише Посередине лета и зимы Стоял наш домик с односкатной крышей И здесь росли березы у крыльца И лупухи, их было много-много В два противоположные конца Бежала под окошками дорога В две стороны, на запад и восток И пыль ничуть не портила озона Когда в неописуемый восторг Нас приводили зилы и газоны Столь редкие еще в те времена Столь шумные в своем машинном беге Семнадцать лет, как кончилась война И в моде были сани и телеги И лошади Я помню лошадей, глаза их, гривы Бархатные губы Они овес любили И детей Мы к лошадям не относились грубо Не били их вожжами по спине Как взрослые и не ругали матом Как нравилось Сидеть на крыше мне На краешке единственного ската Смотреть в конец дороги и в другой Или следить за облачком белесом Скользящим беззаботно над тайгой Тайгу тогда мы называли лесом Терять его из виду Сознавать наедине с огромным синим небом Что вечером придет с работы мать И принесет печенье или хлеба И самовар поставит на крыльце И ужинать мы будем под оконцем И на дорогу в том ее конце Где запад С небосвода сядет солнце И в лес уйдет И встанет поутру В другом конце дороги На востоке Да Это были корни И истоки И я не знал еще Что я умру Я приглашаю сюда На площадку Известного радиожурналиста Буэта и писателя Валерия Чубара Здравствуйте Я заранее хочу извиниться Что мне придется Выступив и бежать Потому что идет сразу два фестиваля И мне надо быть там Там Я не мог просто отказаться Прийти сюда Хотя бы на 5 минут На 5-10 минут И вот эта атмосфера фестивальная Она тоже диссонирует В значительной степени С тем что надо бы говорить О Саше Роскове Об его стихах Но я попробую собраться Тем более тут у нас Все так хорошо По домашнему Я думаю у меня простите Някую сбивчивость Знаете вот Когда приходится вести Мастер-классы Для начинающих поэтов Ну или для тех Кто пробует заниматься литературой Они всегда спрашивают советы И в конце концов Приходишь к мысли Что самый основной совет Ну что Ну это читать Большую настоящую поэзию Обычно такой штамп Да читайте Пушкина Читайте Тючева Читайте Блока Все замечательно Но ведь Сколько у нас на севере Поэтов Которые Ну конечно Это никто не сравнивает С пушкинским Или Лермонтовским уровнем Но собственно говоря Вот Талант он Ну Как тут измерить степень таланта Этот больше Потому что этот талант И у нас на севере Слава Богу Есть таланты Вот приходят на ум Имена Поэтов В перемешку Мертвых и живых Вот ушедших Как Саша Росков И еще остающихся с нами Потому что вообще У поэтов Отношения с жизнью и смертью Очень странные Они как бы Не очень Ее признают И поэтому Саша Росков здесь Сан Саныч Логинов Вот если даже Как же учужины Ведь Пушкина читайте Читайте Хочется сказать Тем, кто говорит А как Что такое поэзия Как вот научить Читайте Сан Саныча Логинова Читайте Илью Иконникова Читайте Надежду Миму Читайте Юлю Матонину Василия Матонина Татьяну Щербинину Надежду Князеву Ольгу Фокину Вот читайте Росков Читайте Сашу Росков Вот Он умел удивлять Мы с ним общались Довольно много В 90-е В нулевые годы В Союзе писателей Ну он Вот рубаха парень Конечно не было Он не впускал Так легко к себе А я Не набивался в друзья И поэтому Мы так вот Работать-то работали вместе В литературном цехе Как принято говорить Но Я не буду вообще тут говорить Что мы были друзьями Или даже хорошими приятелями Но за его творчеством Я очень внимательно следил Тем более Что у него Есть люди пишущие Это вот Залпообразно Он Работал очень Ну работал Хороший Трудился По-настоящему Литература Это еще и труд Между прочим Озарение озарением Это еще и большая работа Он трудился Очень основательно И За ним Вот хорошо было смотреть Как Вот Поэзия происходит Просто Она вот Вот такое Наверное Точное слово Она у него Происходила Поэзия И он умел удивлять Вот только-только Начинал у тебя Складываться Некий штамп Что ну Роскох Ну понятно Саша Роскох Он певец природы Он такой вот Поэт натуралист Он все вот это Вот рассматривает Сельскую Сельскую жизнь Каждую травинку И когда только Ты в этом убеждался Вдруг он выдавал Вот например Эту русскую печь В центре Москвы На Красной площади Которую он хочет поставить Такой футуристический образ Такой совершенно Совершенно неожиданный Для его творчества Но вместе с тем И вплетающийся Как только ты убеждался Что он вот такой Очень мягкий Очень Почти трогательный Поэт В отношении к людям Можно было Прочесть у него Как будто он На самый низ спустился Но кто-то там Еще и ниже был Это вот Очень жесткий Цикл стихотворений Предельно жесткий Но опять-таки Естественный Из любви к людям А не из ненависти Как у Поэтов Постмодернистов Например Только ты Считал Что он поэт камерный Как вдруг он выдавал Душа поэта Поэтична А не поэтичен Сам народ Очень Афористично сказано И спорно Но вообще Поэты это Такие люди Которые имеют право Спорные высказывания Если они вот отсюда Идут Из души Из сердца Он имел право Так сказать И вместе с тем Он оставался Гармоничным Во всех этих Примерах Нужно привести Примеров Десятки таких В творчестве И все Творчество Оставалось Цельным Вместе с тем Оно не было Разорвано На какие-то Памфлеты Или там Сказывания Такие Это все Сплеталось Органично Он писал Как дышал Простите Чудовищный Штамп Совершенный Но вот он писал Как дышал Это у него было И недаром На склоне лет У него стихи Такие очень длинные Были Ну как дыхание Вдох Выдох Вдох Как перестать Вообще дышать Вот он Такие длинные стихотворения Почти поэма Он пришел К этому В общем Своему творчеству И еще Вот то что Я подумал Когда вот Сегодня вот думал Что сказать О Роскове Я выбрал два стихотворения Одно из них Более-менее известное Одно Ну такое может быть Не Не самое широко известное Я подумал Чем же Меня привлекает Это стихотворение У поэзии Много секретов На самом деле И чем больше Тебе кажется Что ты их открываешь Тем больше Ты убеждаешься Что за этими секретами Идут новые секреты И так далее И так далее И исчерпать до дна Вывести формулу Поэзии Как ту формулу любви У Захарова Невозможно В конце концов Но Есть все-таки Некие Важные вещи Ключевые И одна из них То что настоящий поэт Он Впускает В себя В свою душу Весь окружающий мир Природу Пейзаж Времена года Все что угодно Все мироздание Он умеет Увидеть Понять Прочувствовать Всеми чувствами И впустить в себя Но Второе Что дальше происходит Он потом Своей душой Обнимает весь мир Он Очеловечивает природу Это два Как бы противоположных Процесса Но они В творчестве поэта Настоящего Сливаются вместе Если Чего-то из этих Процессов нет То нет и поэта Если поэт Просто внимательно Умеет смотреть вокруг Ну он напишет Ровные Грамотные стихи Если он Только в себя Внутрь своей души Глубоко Он тоже напишет Мудреные Часто очень Там глубокие стихи Но Вот второй части Не хватает Он не отдает Потом Это наружку Вот Александр Росков Умел это сделать Очень хорошо Вот на примере Простого Казалось бы Стихотворение Вот посмотрите То о чем я так Потеоретизировал Тут Вот смотрите Какое Стихотворение Вот о том О чем я сейчас говорил Предосеннее Никуда сегодня Не пойду Не в кино Сбалмошному другу Сяду под черемухой В саду Буду слушать Дремную окру Высока черемуха Густа Я наверное Игожусь во внуки На село Ложится темнота Заглушая Отзвуки И звуки Все еще По-прежнему Тепло Вечером Эхо Синокоса С тихим звоном Бродит за селом У стогов Заснувших На покосах Но утихнет Эхо Отзвенит Убредет В обнимку С другом летом Выползут Из пасмурных Ракит Длинные Тяжелые Рассветы Первой иней Будет Зол и чист Высохнут Последние Травинки Полетит Черемуховый Лист На скамью Пустую На тропинку И Немножко Другой Тональности Стихотворения Чтобы не так Грустно Саша Мог улыбнуться Он мизантропом Не был отнюдь Не любил жизнь Чувствовал жизнь И видел Вот Например То что видели Мы все Но написал Вот он Почему-то Именно В деревне Стало б скучно Без собак Особенно зимой В глухую пору Когда и днем Коротким полумрак Лежит у стен Домов И у заборов А вечером Когда висит луна Над крышами Когда мороз Вояков всех Держит в избах Видно из окна Как по дороге Бегают собаки Пойдешь ли на колодец За водой В кино Или в клуб Или просто на прогулку Бежит клубок Пушистый за тобой По улице Заснеженной игулкой Невольно Скажешь О, хороший пес Погладишь По густой Колючей шерсти Ты не замерз Бродяга Не замерз Ну что же Коли так Гуляем вместе Над крышами Из труб Шуршат дымы Мороз Мороз Хозяйки топят печи Горят в домах огни Гуляем мы И пес Мои Внимает Чутко речи Там за домами В поле Снег и мрак На сердце На душе Тепло и ясно В деревне Было б скучно Без собак И все со мной Я думаю Согласны Большое спасибо Житие у реки В захолостном Глухом городке Где на том берегу Тарахтит Вершин Белорама Где при свете луны Отражаются звезды А при солнечном Свете старинные Белые храмы Где на площади Главной Растут лопухи и трава Где в тени Колокольни Виножики Распевают Распевают Где пешком На бед Каждый день Городской голова По мосточкам идет Головой прохожим Кивая Житие у реки Где все знают Друг друга в лицо Где любая Кума Непременно Нуждается В уме Быть Разбор Пустой Затянило Забор Крыльцо Воросли В землю Избы Где хозяин Единственный Кумер Где в одном Помещении Издался Находится Сон Где весной Голубой Год за годом Еще раз И снова Во дворах Перед Пасхой Ирины Хозяйки Трясут И гоняют Мальчишек К реке За водой Родниковой Где вороны Истушно рут В ожидании дождя Где мужик На заваринке Смачно Тмит Папироской Где стоящая В сквере Еловом Фигура Вождя Отливает Не бронзой А старой Сиренит И звездкой Где гостей Провожая Старушка В цветостом Глотке Крестит их Со спины И рукой Вслед автобусу Маши Житие Житие У реки В захолустном Глухом Городке Есть как раз Житие А не жизнь Сумасшедшая Наша Есть как раз Житие А не жизнь Сумасшедшая Наша Я бы хотела Не с каких-то Академических Наверное Позиции Говорить О поэзии Александра Александровича О своем личном Первом ощущении О первом Каком-то Таком Знакомстве Я услышала Его на одной Из презентаций Его книги Новой Это было В 2009 Году Незадолго До его смерти И вот То ощущение Которое Я тогда Получила Какого-то Прикосновения К чуду К чуду Которое Я не могла Для себя Объяснить Не могла Никак понять И Чем Старше Становилась Я Может быть Чем Больше И больше Я вчитывалась В эти стихи Это ощущение Чуда Оно не просто Не уходило Оно наоборот Все больше И больше Ну что ли Концентрировалось Нарастало И Приходило Наверное Понимание Того Что это чудо Оно Почему возникает Потому что Это удивительная Тонкая Глубокая Простота Его поэзия Та самая Простота Которая Достигается Только Невероятной Глубиной Да Только Какой-то Невероятной Концентрации Вот Силы Таланты Энергии И Эта Простота Эта вот Сила Она во многом Определяется тем Что он Постоянно Чувствует Свою Причастность Не отрыв Не какую-то Одиночество Да Свою причастность Причастность Своей культуре Да Причастность Своей земле Причастность Деревне Причастность Природе И вот Эта вот Причастность Вот это Чувство Причастности Оно и определило еще один удивительный, удивительное свойство, которое есть у великих русских поэтов. Предчувствие, да, дар предвидения, предчувствие. Он как Рубцов предвидит свою смерть, он как Лермонтов в завещании предчувствует будущее России. Казалось бы, в те глубокие страшные 90-е годы, когда ощущение какого-то финала, трагического конца, а он пишет о том, что Россия возродится, возродится вот ее духовное начало, да, вот кресты возродятся, возродятся храмы, церкви. Он это все ощущает. И это все выливается в его понимание того, что есть настоящий поэт и есть настоящая поэзия. И поэтому мне бы хотелось зачитать не все стихотворение, а только маленькие фрагменты, в котором как раз он об этом и говорит. Ну что я буду пересказывать то, что говорит о себе поэт, и что он чувствует, да, когда лучше, чем он, об этом никто сказать не может. Это фрагменты стихотворения, посвященные другу, смыслу же нашей жизни и основа в таинстве бумаги из тела. Нам дана Всевышним власть над словом, эта власть легка и тяжела. Нами она крутит, верховодит, пойдем и днем, и ночью ест. То совсем из наших рук уходит, то вдруг поднимает до небес. Мы же соль земли, и мы свет мира. Мы с тобой такими родились. Если соль свою утратит силу, пресной станет вся земная жизнь. Так вот, мне кажется, поэзия Александра Роскова – это как раз то, что делает нашу жизнь совершенно непресной. Спасибо. Елена Юрьевна не сказала, это стихотворение, это стихотворение посвящено Михаилу Константиновичу Попову. Вот, к сожалению, его сегодня нет, но в течение вот этих всех дней, с 13-го числа, это День памяти Александра Роскова, по день сегодняшний, он ежедневно публиковал на своем сайте всевозможные материалы, которые связаны с памятью о Саше. Так что вот, это я хотела сказать. А еще я хочу сюда сейчас позвать друга очень большого Саши, замечательного художника, которого тоже все знают. Евгения Зимирева, он сейчас здесь, и тоже преодолеваем массу всяких препятствий. Жанин, держись. Вот этот подарок такой, да, и вот эти слова, когда он говорит, друг для друга найдет часок другой. Вот так вот любил говорить. Молодец, как что-то там, со временем там, друг для друга, всегда часок найдет другой. Ну вот это вот, Саша как не вспомнить. Когда вот он погиб, мы были, приехал только из Дорвегии, там выставки делал, женой станет. Идем по набережной, и мне Букторин говорит, ну, вообще знакомый, вот это, да. У меня было полное ощущение, что меня ударили. Это же отскочил. У меня это было потрясение. Я представляю, что это потрясение было для многих-многих, и потеря огромная. Я хочу сказать, что стихи, которые мне дали в книге, там, ну вот у меня ощущение такой наполненности, как фрески какие-то значимые. То есть это я, как бы художник, я очень много рисовал для поэзии и литературы, ну, как бы это, ну, это не самое главное. Для меня рисовать, значит, станка графика. Вот, хотя я больше книг нарисовал, но для меня это, вот ощущение все фресковые, какие-то такие сильные, значимые, очень весомые, наполненные такие вот. То есть это, ну, что я могу сказать, художник, я просто, к сожалению, это талантливый человек, само за себя говорит. Вот, сделать печи, рубить дома в Каргополе, насколько я, вроде, что-то сказал не то, и писать стихи, и вот так стать известнейшим поэтом в России. Он, на самом деле, очень известный поэт. Как бы мы ни говорили, он, насколько я помню, был секретарем, секретарем России. То есть, ну, вот, как бы, то есть он очень был известен. Если приехали в институт, где он учился, вот, литературный институт, не в Горького, да, секретарь, выездной приехал, и, если не ошибаюсь, Михалков там были все, и они единодушно приняли в союз писателя. А что такое союз писателя в наше время вступить? Это я, когда вступал в союз художников, нас было 26, а союз писателей было всего 7 человек. Там принимали очень строго, тяжело, там это было... У нас было трудно, тяжело проходить, там было набрать выставок крупных, российских, всесоюзных, музеев, что покупали. А союз писателей там было, по-моему, вообще, не знаю, даже невозможно, на мой взгляд. Ну вот, так что мы можем гордиться Александром, помнить его и говорить о нем. Больше, чаще, издавать книги, вот, знаете, песни, такие премии получают, такие песни. В общем, это же очень интересно, то есть, это отклик, все время он живет, он сыпает все время вот с нами, да, он как бы... Ну, вот, у меня тоже такое ощущение, что он, вот, сказали, что он улыбается, да, потому что он хорошо улыбался очень так. Многие знают, что он 20 лет отработал в журналистике, но впервые он пришел после окончания Литвин-института к нам в районную Приморскую газету «Ленинский завет». Ну, потом, у Белого моря, она и сейчас существует у Белого моря. Что можно сказать? Он в коллектив влился просто, как будто он там с нами всю жизнь работал. Ну, уже говорили здесь, что доброта у него непомерная. Да, он очень добрый, улыбчивый, и никаких таких вот спорных каких-то вопросов не было никогда. Ну, естественно, друженик, то, что он друженик. Мы все удивились, сколько издать книг, это большой труд. Ну, что-то ему, наверное, показалось тесновато в нашей районке. Он тут зацепился в несколько номеров в газете «Архангельск», а потом его пригласили в «Северную неделю». И там он стал редактором «Пенсионерской правды». Вот я помню, когда он первый номер вышел, он пригласил меня, позвонил, мы все, на связи с ним были. Я приехал к ним, вот он показал мне макеты, что, какие заголовки, какие он придумал. И предрекал действительно долгую жизнь. Так вот, что говорит, вот она только в другом формате, она и сейчас вышла в «Пенсионерская правды». Так что долгая жизнь, да. А еще он был прекрасным рассказчиком. Мог вовремя анекдот сказать, такой, что ухохочешься, или какие-то истории. Вот, допустим, он рассказал, что на высших курсах института был Пименов такой ректор. Он почему-то не любил, не любил, когда поступали к нему или дворники, или пожарники, он терпеть него почему-то. А тут как раз рассказывает случай. Пришел товарищ, который не подзареваю, у него спрашивает, кем вы работаете? Он говорит, работаю, я сейчас дворником, но я уже договорился перейти в печники. Он замахал руками, говорит, уйдите за глаза, сын. Ну, а про себя, Сашир, сказал так. Собеседование идет, меня спрашивают, кем работаете? Творец домашних очагов. Ну, а как специалист? Печник. Мы все засмеялись. Прошло нормальное собеседование. И потом мы с ним достаточно часто встречались, и на дне рождения, и так встречались просто. Я к нему заходил. А потом, когда я построил дачу, Саша согласился построить мне печь. Так вот, творец домашних очагов так сотворил, что 40 лет печь стоит, тяга великолепная, тепло, ну, в общем, с душой. И клал мастер, как он говорил, эх, мне по пять работать пищником, или плотником, как это было ранее. Чтоб волосы опять воронью масть, и не седые, а курчавым чубом, чтоб на тесовых крышах трубы класть, или с топором стоять на желтых трубах. Ну, в общем-то, вот даже не верится, что вот он ушел. Какой-то, вот вспоминаешь его, его улыбка такая, голову его немножечко-то, чуть заикающийся. Ну, из памяти никак этого человека не исключить. Ну, а говорят, что чем душа воспринимает, когда вспоминают человека, значит, мы его будем помнить до сих пор, пока мы живем. Ну, а еще я хочу рассказать стихотворение, он очень много посвятил любимой жене, но одно мне очень понравилось. Называется Людмиле. Женщине желанной и любимой входим в православный божий храм. Ангелы глядят из серафимы с расписного неба в лица нам. Храм не магазин, толпы и давки в храме нет, трещит тихонько печь. Умни-ниатюрного прилавка продавщица крестиков и свеч. Две свечи литые золотые взялые, покрестив себя крестом, стал у Богородицы Марии, женщина моя перед Христом. Я сказал ей вслух, святая дева, видишь эту женщину? Она, как когда-то для Адама Ева, для меня такая вот одна. В жизни далеко не справедливой, пресвятая, милостью своей, сделай эту женщину счастливой, отведи несчастье от ней. Дева в позолоченной иконе, приподняв рукой кисью, как мне показалось, благосклонна для молодоженщины мою. А она стояла, неземная, чуть заметно двигались уста. Я ее не слышал, я не знаю, что она просила у Христа. Сегодня здесь с нами Сергей Николаевич. Конечно, это журналист и писатель, это журналист и писатель. Но журналист, который многим-многим архангелогородцев очень давно всегда был известен сотрудникам «Правды Севера». И сейчас тоже Сергей Николаевич время от времени именно там публикуется. Но вместе с Сашей они много-много лет работали как раз в издательстве «Северная неделя». И я знаю прекрасно, что я была в их кругу вот этих журналистов и в Северодвинске, и здесь в Архангельске у них был офис. То есть это замечательные люди, замечательные журналисты. А Сергей Николаевич еще большой друг Саши и Людмилы. Так что, Сергей Николаевич, пожалуйста. Путь Александра Розкова в литературу не был, что называется, усыпан розами. 44 года назад в Архангельске проходило совещание молодых писателей. Приехало больше 50 человек со всей области. Совещание имело это немаленькое значение для всех, потому что произведения одних по итогам совещания были рекомендованы для публикации «Правды Севера», других в «Северном консомольце», третьих для коллективного сборника «Молодые голоса Севера», а двум счастливчикам повезло так, что ожидались у них отдельные книги. Александр Розков не попал ни в первые, ни во вторые, ни в третьи, ни в четвертые. О нем на совещании ни слова не сказали. «Сказали в гостиничном номере вечером, после первого дня совещания. Сказали так. Тебе сколько? 26? Не пиши. Поздно. Не надо. Ничего не получится». Саша Корон написал в этой книге «В ночь с пятницей на недельник». Почувствовал свою творческую несостоятельность. Но в другой компании нашелся человек, книга которого как раз была рекомендована к изданию, Николай Антонов, который поддержал Александра. И Саша был ему благодарен всю жизнь за это. Да не просто поддержал, он сказал, «Александр пойдет дальше всех нас». И так оно и получилось. К сожалению, Антонов пошел, как написано в этой книге у Саши, пошел к пивному ларьку. А Саша через семь лет поехал поступать на заводченное отделение литературного института. Нашлись люди, которые убедили, что ему надо там учиться. Это во-первых. Во-вторых, он чувствовал в себе эту божью иску. В-третьих, его выделил Александр Мержеров, приказователь литературного института, который вел литературное мастерство. Вел семинар. Этот семинар состоял из 12 человек. И еще был один семинар поэтический. Итого 24 человека из многих-многих абитуриентов. Саша отправил для приема два десятка стихов, которые публиковались, если я не ошибаюсь, тогда к тому времени только в районной газете «Коммунист». Мержеров причитал эти два десятка стихов и сказал в приемной комиссии, «Вот этот человек должен учиться у меня». И того вот 12 человек, 12 счастливчиков. Так получилось, что Александр Мержеров волей судьбы стал жить в Америке. Он отслеживал литературный процесс в России и не потерял связи с Александром Росковым. Написал письмо, в котором сказано, «Ваши стихи трагичны, но не подавляют, а просветляют душу». Мне выпала радость работать рядом с Сашей. Я понимал, что это большой поэт, поэтому я завел тетрадочку, в которую тайком кое-что записывал из наших разговоров. Эти разговоры пригодились для публикации, которая неделю назад вышла в «Правде Севера». Посмотрите. И мы делали вместе газеты, «Пенсионерскую правду», «Пенсионерскую газету». Я дарю этой библиотеке. Спасибо большое. А я хочу сейчас сказать вот о чем. Когда я читаю стихи Александра Роскова, то нередко с радостью увижу там цитаты из Рубцова. Если вы понимаете, о чем я... то вот там их много на самом деле. И вот, кстати, стихотворение, посвященное Саше Ипатову, начинается тоже рубцовской цитатой. Первая строка – это и есть. «И храм старинный, удивительный, белоколонный». Вот. Но эти замечательные цитаты от того, что он любил Николая Рубцова. И даже мало сказать любил. Обожал его. Просто обожал. И когда трагически оборвалась жизнь поэта, то он воспринял это как личное безмерное горе. Такую личную утрату. И ему посвящено стихотворение, посвятил ему стихотворение памяти Николая Рубцова. И сегодня его будет читать молодая исполнительница Анастасия Калиниченко. Молодой поэт. Молодой поэт, начинающий молодая исполнительница Анастасия Калиниченко. Пожалуйста, Анастасия. А мороз под крещение И в Вологде тоже мороз. Как на родине детства В Архангельской области В Йенце. Он прохожих целует Тунцовые щеки в засос. На балконах Сцепляет белье Простыню с полотенцем. Он рисует узоры На мутном морозном стекле Неуютной квартиры, Где груду бумажного хлама В дальнем левом углу. До бутылку вина На столе Освещает луна Сквозь ни разу Не мытую раму. Человек у стола Тянет руку к посудине И, Опрокинув стакан, Чистит хвост Заржавевшей селедки. Пей, Рубцов, Свой портвейн. Георгины Замерзли твои, И на желтой мели До гнила Твоя старая лодка. Пролетели твои самолеты, Прошли поезда, И телеги твои, Как ты сам говорил, Проскрепели. Не горит, А мерцает Полей твоих Зимних звезда. В перелесках ветра Твою душу Заочно отпели. Пей, Рубцов, Свой портвейн. Места в жизни тебе уже нет, Во всей Вологде нет Завалящей тебя человека. У подъезда напишут, Что жил здесь великий поэт Четверть века спустя. Да, Какую-то там Четверть века. Издадут мемуары, Да-да, И тебе не в домек В городке древнерусском Твою установят Скульптуру. А пока что на твой Неуютный такой огонек, Если кто забредет, Так уж точно По пьянии Вездуру. Пей, Рубцов, Свой портвейн, Скоро будешь Не здесь, А в раю С серафимами пить Совершенно Другие напитки. Скоро примет Господь Покаянную душу твою И пошлет ее в рай За земные страдания И пытки. Скоро в дверь постучат, Ты откроешь Единственный, Той, За плечами которой Архангел Погибель Реет. Минет несколько дней И останется Русь Сиротой. Как она без тебя Непутевого, А сиротея. Скорбно сгорбятся Исквы Любимых тобой Деревень, Станут ниже Кресты На заснеженных Русских погостах, Пронесется над миром Души твоей Легкая тень. Ты простишься С Россией навеки, Неслышно И просто. Кто стучит В дверь поэта Морозной Январской порой, По-хозяйски стучит, А не скромно И благоговейно, То судьба, Николай, Это смерть твоя, Встань И открой, И налей ей стакан, Просто вылья Остатки портфеля. Все облака над ней, Все облака, В поле веков Мгновенны и незримы, Идут по ней печально Пилигримы, И машет им Прощальная рука, Навстречу им Июльские деньки Идут в нетленной Синенькой рубашке, По сторонам Качаются ромашки И зной Звонит во все Свои звонки И в тень зовут Расистые леса. Как царь любил Богатые чертоги, Так полюбил я Древние дороги И голубые Вечности глаза. То полузгнивший Встретит савин, То хуторок С позеленевшей крышей, Где дремлют пыль, Да обитают мыши, Да нелюдимый Филин властелин, То по холмам, Как три богатыря, Еще порой Проскачут верховые И снова глушь Забывчивость заря. Все пыль, Все пыль, Да знаки верстовые. Здесь каждый славен, Мертвый и живой, И оттого в любви Своей не каясь, Душа, как лист, Звенит, перекликаясь Со всей звенящей Солнечной листвой, Перекликаясь с теми, Кто прошел, Перекликаясь с теми, Кто проходит. Здесь русский дух В веках произошел, И ничего на ней Не происходит, Но этот дух Пройдет через века, И пусть травой Покроется дорога, И пусть над ней Печальны и немного Плывут, плывут, Как мысли облака. Николай Рубцов С песней на стихи Николая Рубцова Фолк-дуэт Подруженька Я вспоминаю Сердцем просветлев, Какой я был Зволнованный Юмный И пусть стихот Серебряные струны Продолжат свой Тоскующий напев О том, какие Это были дни, О том, какие Это были ночи От прежних чувств Остался охлорев Спокойный свет Как будто отблеск лунный Еще поют Серебряные струны Но редок стал Порывистый напев И все ж хочу я, странный человек Сберечь как есть Любви своей усталость Взглянуть еще Взглянуть еще На все, что там осталось И распрощаться Может быть Навек О том, какие Это были ночи О том, какие Это были ночи Издалека Как сон Платочек Всю жизнь С собой Прощаются они О том, какие Это были дни О том, какие Это были дни Это были ночи О том, какие Это были ночи Это были дни О том, какие О том, какие Это были ночи О том, какие Издалека Как сон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Владислава Попова, писателя, председателя регионального отделения Союза писателей России. Субтитры создавал DimaTorzok Водой по нашей гигантской трещине сказал, что тут делать, мы сейчас ведь залепим ее. А жена закричала, что нет, у нас в печи что-то упало и ухнуло, мы ночью проснулись и припугались, нужно разбирать всю стенку. А он был не один. Его друга звали Паша. И Паша сказал, что Николай просто решил ему помочь. И он подрабатывает. И вот они стали разбирать печь. И все это я хорошо рассказывал за рюмкой водки Александру Ипатову. И он сказал, слушайте, такой хороший рассказ, давай мы сделаем небольшой сборничек воспоминаний, посвященных Саше Раскову. И этот рассказ в печник я Александру Ипатову отправил. Возможно, где-то было опубликовано. Возможно, нет, я не знаю. Но он в черняках до сих пор лежит у меня дома. Моя жена убежала в одиннадцатый легендарный магазин на улице Поморской. А я остался с ним на кухне. Мы ждали, когда закипит чайник. Я помню, он стоял перед нашей большой печкой на кухне. У него руки были примаслены глиной. И даже здесь на щеке была глина. У него были такие темные, как воронье крылом. Мы запомнились волосы. И он узнал, что я студент. Что скоро я окончу институт. Он так поклонился и мне сказал, ты знаешь, я ведь тоже очень хочу учиться. Я пишу стихи. И вот тут он стал читаться свои стихотарения. Но я к своему стыду не помню, что он читал. Я потом, когда понял, что это передо мной, вот здесь стоял великий поэт, я уж потом стал искать стихи, пытаясь по памяти оживить, что он читал. Но у меня ничего не получилось, к сожалению. Но это были хорошие стихи. Особенно одно из них было посвящено печеньку. А потом пришел его друг, и разговор сконкался. А я ему хотел сказать, что я тоже пишу стихи. Он бы, наверное, сказал, что это хорошее, доброе дело. А потом я оказался в Пинежском районе после института. И знаете, деревенская жизнь на всему научит на свете. Я стал плотником, я стал стал печеньком. У меня не так, возможно, печек много сложено, как у Александра Коскова. Но я могу гордиться, что 20 печек до сих пор стоят и топятся в деревенских пинежских домах. Да и в моем большом, огромном, помечущем томе все печи сложены моими руками. Даже огромный камин, под которым любили себя, любят сидеть мои друзья, поэты и писатели. Вот для Николая. И маленькие кусочки я хочу прочитать из этого рассказа. Если вы позволите. Это небольшой, крошечный. Я вас не утоплю за сколько. Я приготовился. Ну вот, смотрите. Вот. Ой, Господи. Ну, как обычно. Я написал вам в конце тон о том, что прошло 20 лет, а то и больше. В 2004-м я принялся уже сам чинить ту самую печь на нашей улице Поморской. Уже сам уверенно умел и понимал многое в этом хитром и добром деле. Деревня, знаете, если не лень, всему научит. Разобрал печной щиток. Заглянул внутрь. Тот же самый колодец приказал долго жить. Кирпич местами выгорел и выкрашивался. Вот он, как его сложил, подумал я, вынимая старые кирпичи и вспоминая добрым словом Александра. Хорошо. И стал аккуратно повторять его работу, выкладывая кирпич за кирпичом. И знаете, отчего-то весело было и приятно это делать. И все казалось мне, что сейчас не один эту работу делаю, а вместе с тем. Перечистки остановился, вытащил тот самый, неумазанный Александром кирпич, повертел в руках. С одного боку он треснул, но я почему-то не стал его менять и вернул обратно, постоять еще. Прошло семь лет. Приближалась весна. Я давно и серьезно писал стихи. В моем писанном столе, ожидая радостного часа, лежали рассказы. Я надеялся вступиться из писателей, мечтал встретиться с Александром, поговорить с ним, ведь тогда на кухне у нас ничего не получилось. Мне бы хотелось поговорить с ним о печках, мы бы вспомнили ту кухонку, где он читал мне свои стихи. И о стихах, конечно, мы тоже поговорили, куда без них. Я отчего-то спешу признаться, поздно узнал, поздно догадался, к стыду своему, что мой печник Александр и эсприк самый, наш добрый, Александр Росков. Да только присуждено, могло мне с ним встретиться, живем. Так никогда больше не видел. А он сдал мне прогноз. Это была не просто печь, это был камин. Когда они разобрали пристроечку, там обнаружился свод огромного старинного замечательного камина, сложенного еще из саски кирпичей. Он сказал, у вас бы никогда не топилась печь, Владислав, ибо она была прямо точная. И я сложил вам два дополнительных канала. Но она простоит ровно 20 лет, а потом потребует ремонт. Так и сложилось. В четвертом году мне пришлось ее разобрать и повторить его ровно. Я ему очень благодарен. Хорошо. Спасибо. Перед тем, как прочитать свое любимое стихотворение Александра Роскова, я хочу сказать о Саше несколько слов. Он был настоящим. Настоящим поэтом, настоящим человеком. В последнее время столько встречаешь подделок, подделок и среди стихотворцев, и среди людей, даже знакомых, с которым долго знаком был. И понимаешь, что это не настоящее. Это что-то такое было искусственное, придуманное, может быть. А он был настоящим. Вот это первое, что мне приходит. Второе, у него было два качества, которые отсутствуют в основном у всех у нас творческих людей. Он был скромным, необыкновенно скромным, и он умел быть благодарным. Это такое редкое качество, особенно среди поэтов, среди писателей, что я вот даже вот Саша Росков, Саша Антипин вот приходит из тех, кто ушел. Это вот два человека, которые я вот помню хорошо. Они чем-то похожи даже были, какой-то своей такой основательностью, мощью такой, да. Я помню, мне рассказывали мои друзья в Москве, когда приходил, они полюбили в Союзе писателей Александра Александровича, и он приходил, попадал всегда в какие-то, когда что-то такое происходило, и некогда было ему внимание оказать. И вот мой друг Сергей Иванович, да, Людочка, знаете вы его, и он говорит, вот Александр сядет, вот просто посидит, помолчит. И мне так хорошо, что он просто сидит и помолчит рядом. И он никогда не говорил, что я вот приехал, я пришел, я вообще где-то живу там, а вы меня даже принять не можете. Это такое обычно бывает. Вот. Просто помолчит, они обнимутся, поцелуются и разойдутся. Но помню друг друга. Это удивительное качество. И я до сих пор помню, как открывается дверь Союз писателей. «Девчонки, я вот вам принес что-то, конфеты, фрукты какие-то». Никогда бы не приходил с пустыми руками. Никогда просто. И я вот ощущаю вот уход его, как личное горе. Мы не были таким большими друзьями, я его и знала, это не так много, да, как пришла в Союз писателей. Но я знала, что он знает, что я понимаю, чувствую его стихи. И я знаю, что он мои стихи тоже понимает, чувствует. А это очень важно. И когда вот такой человек уходит, сотаинник, когда вот все равно как самолитвенник. Это очень большое горе, то, что понимаешь, что вот, ну, одиночество стало больше в твоей жизни. Это стихотворение я читала в начале 2000-х. В 2000-х очень часто со сцены мы выступали тогда, читали наших дорогих поэтов и северных, и вообще русских, русских поэтов выступали, ездили по области. Я его очень люблю. Эпиграф. Горние звезды, как росы, Кто там в небесном лугу Точит лазурные косы, Гнет за дугой Дугу. Николай Клюев. Анатолий Абрамов Абрамов, простой деревенский мужик, патриот своей родины, ей уже битый и мятый просто так ни за что, защищавший ее рубежи с автоматом в руках с 41-го по 45-й, до Берлина дошедший еще безбородым юнцом, положивший начало холодной войне Аймиру. В грудь и в правую щеку отмечили врахим свинцом сорок лет, отпахавший в деревне своей бригадиром. В сенокосные дни выводивший народ на луга, что тянулись вдоль тракта грунтовой шоссейной дороги. Он умел и любил аккуратные ставить стога. На брамовских пожнях скульптуры стояли, не стоги. Он в любую жару самолично взбирался на стог, брал за длинную ручку стальные трехрогие вилы и при помощи вил и стог надо утаптывать ног создавал монумент. Да такой, что взглянуть Люба мило. Человек должен жить на природе. Человек должен жить на природе на виду Господних небес. И прямая пропинка уходит открыться прямо в плоти лес. Где над крышами гристи беспорежа Летви Сталин берет шелестят И он должен быть чудищу грешен Но не боли нежели свят. Человек должен жить и трудиться На себя и на светскую знать И не знать, что творится в столице И стараться об этом признать Он молоду и согласен с природой На ряду лесен и поверье Должен каждое течение года За деревней встречать журавлей Ах, когда по окрестностям свище Силет му по морозу смерть Человек должен в теплом живище На огонь возле печки смотрел Ненаверное так между прочим Они близко вечная весне Февральские две ночи Должен ангел ливит во сне А когда по скончании века Он покинет отечествен край До души человека Унесет как положено в рай Должен Должен Я Знаете, перед тем, как перейти к следующему запланированному запланированной части программы я бы очень хотела представить сегодня вам всем Ну, конечно, многие знают замечательного скульптора, потрясающего. То есть я считаю, что это вообще лучший скульптор, чьи работы я видела. И это Надежда Капитоновна Шек. И именно она автор памятника Николаю Рубцову на родине Рубцова. Именно она автор потрясающего памятника Саши Роскова на Вологодском кладбище. Вот сегодня он наулыбался, а в какие-то другие дни у него выражение лица было другое. И мы с этим сошлись, вот на этом сошлись с Людой. Она говорит, и правда улыбается, когда я сказала, что просто улыбается. Понимаете, вы просто потрясающий скульптор, величайший. Профессионал своего дела. И тоже, как я это себе представляю, вижу просто, что вы, так же, как Саша, безумно скромный человек, который не бегает с флагом и не афиширует свои какие-то достижения, еще что-то. То есть это, ну, в общем, по-настоящему то, что очень волнует и трогает. Может быть, вы скажете пару слов? Ну, наверное, я начну с того, что скажу, что автором «Папелька Рубцова» является мой муж, Овчинников Николай Анатольевич. Я ошиблась? Да. Мне казалось, что это вы. Вы знаете, мы просто с ней начинали вместе, но в какой-то момент я поняла, что мне надо отойти в сторону, потому как я так почувствовала, что это его шанс прозвучать. Это тоже такой жест потрясающий. Мне это далось непросто, но я так поняла, что это надо сделать. И, конечно, это была для меня тоже трагедия. У нас семья чуть не развалилась, потому что я очень хотела сделать Рубцова. Мне казалось, что так, как я люблю и как я чувствую Рубцова, и как можно сделать, но я думала, что я могу только делать шедевр, а потом, ну, не знаю, в общем, вот, собственно, почему существует творчество? Потому что существуют творцы, и каждый в любом виде творчества считает, что он знает как. И, собственно, поэтому мы тут все как бы творим, дотворяем, да? Вот, ну, знаете, все-таки, ну, в общем, я... Ой, я что-то не о том говорю. О том, о том. Не о том, блин, я ушла в другую сторону, но... Вот теперь я понимаю, что я тогда поступила правильно. Потому что, думаю, если дано, то будет. И вот, знаете, вот у меня, когда муж сделал этот памятник, он заболел. Он заболел. У него был инсульт, и рядом со мной оказался совсем другой человек, которого я не знала. Ну, болезнь такая, что вот как бы совсем человек меняется. Знаете, я с Росковым познакомилась вот именно в это время. Ко мне пришла женщина удивительная. Это было для меня очень сильное впечатление, потому что в моем представлении именно так должна выглядеть муза. И она принесла мне кучу книг, стихов, видеозаписей. И я увидела, что это настоящее. Что это настоящие музы, что это настоящая поэзия. Вы знаете, вот для меня вот этот период жизни был очень важный, очень трудный и в то же время счастливый. Потому что вот когда ты встречаешься с настоящим и глубоким, это ведь такая радость и такое счастье, что у тебя это есть в жизни. И общение с Росковым вот через его стихи. И вот через его взгляд, вот через его внешность, потому что такая харизма, вот такая глубина. Это ведь, знаете, вот... Да, это было замечательно. И мне работало, работалось хорошо. Было такое воодушевление, была радость. И вообще, я думаю, что поэзия – это такая сила, это такое мощное воздействие. Вот ему вот... Вот скульптор, он, конечно, столько этой глины намнёт, столько намучает вот этот вот такой тяжёлый, такой этот труд. А поэзия – это, конечно, потрясающе. Это, казалось бы, но с другой стороны, как бы сравнение с культурой, потому что это всё-таки работа с формой. Это же потрясающе. Мы сегодня действительно были на кладбище, на Кузнечевском, на Вологодском кладбище. Там рядом храм Всесвятский, всех святых храм. И священник, отец Пётр этого храма, прочитал по михидам. И когда мы стояли и слушали эти слова, вознесённые к небу, мы понимали, что действительно Саша находится там, где он и должен быть в горних листах. А где же ещё иначе он может быть? Это было очень чисто, святое, благостно. Саша, правда, улыбался. Но вот с этим храмом связано стихотворение, которое читал Анатолий Иванович. Это именно тот храм, куда мы пришли, и где мы стояли, и где Саша вопрошал, что он не знает, что он опросил его Христа. Я вам открою эту тайну, что я опросил его Христа. Так, конечно, счастье, конечно, любви, конечно, благополучие, Саша, и, конечно, творчество, творчество и творчество. Но история такая возникновение этого стихотворения. Это был ноябрь 88-го года. Мы с ним шли на ноябрьскую демонстрацию, посвящённую Экзарской революции. Шли в толпе всего народа. И вдруг Саша говорит, а ну её, эту демонстрацию, пойдём-ка мы с тобой в храм. И мы повернулись против всего течения этой тампы народа, расталкивали их, прошли, свернули на тихую маленькую улицу и оказались в этом храме. А дальше всё по тексту как было. Вот. Но это одна история. Есть ещё одна история, которая случилась несколько лет спустя после этого. Однажды Саша попал в руки альманах. Одного есть, ну не буду называть ни авторов, ни района. Ну короче, альманах районный, в котором стояло это стихотворение за подписью совершенно другого человека. Саша сначала так удивился. Я говорю, что это такое? Нарушение авторских прав. Давай. Ну вот. Потом выяснилось, что автор, прочитав в какой-то газете это стихотворение, очень оценил его, переписал себе от руки, положил в стол. К сожалению, автор скончался, а это стихотворение лежало в столе. Жена у него тоже видела. И разбирая архив этого своего мужа, она увидела это стихотворение. Решила, что муж посвятил ей. Я публиковала в этом альманахе. Когда Саша узнал эту историю, он сказал, ну и хорошо, значит, стихотворение было хорошее.